Таргет — это молодежь, ну и вообще суши — это молодежь, в принципе, то есть особенно в Молдавии. Первое, что это — это граффити. Граффити в японском стиле. Мы вот сейчас с тобой говорим как художник с художником, не как заказчик. То есть я думаю, что иногда, особенно когда люди говорят, что они не хотят бирюзовое, нужно именно засовывать бирюзовое. Я сейчас говорю про «знаете что», да? Потому что они не знают, чего они хотят, и только человек, который говорит «я знаю как». Может вырулить эту ситуацию, понимаешь? Я постаралась передать вот компоновку, которая, в принципе, мне нравится. Точно так же криволинейно я это обрезаю на сером фоне. То есть вот этот эффект граффити, понимаешь? То есть, конечно же, оно не граффити, но вот эти рваные края, они подразумевают, что мы как бы интегрируем одно на другое. Мы не говорим про аутентичную Японию вообще в принципе. Мы говорим про лейтмотив, мы говорим про дух. У нас была задача не завысить уровень, то есть делать это все-таки среднедоступным таким сегментом. То есть это молодежное место, молодежный ресторан. Очень легко запутаться, знаешь, вот ты делаешь эскиз, утверждаешь его с клиентом, все хорошо, влюбляешься в эскиз. Дальше начинаются модификации, которые, ну, которые получаются, когда выстраиваешь рабочий проект, когда берешь реальное сечение бруса, когда понимаешь, что вот в этих угленных системах, как это будет держаться, как это будет крепиться. И потом делаешь повторный рендер. Казалось бы, зачем? Когда я выстроила потолок, это второй этаж, с реальным сечением бруса, с двойным слоем, то есть это как замок сделан. Тут вот один ряд, поперечка и второй ряд. И это все как модуль держится. Мы увидели, что это очень мощно смотрится, то есть по финишу. И исправлено это было вот на такое, то есть мы разрядили конструкцию, то есть замок оставили, принцип крепления оставили. Разрядили, все, сразу воздух тот, который дал правильный эффект, понимаешь? Уже начинают потихонечку расстроиться, слышишь? Как-то мы въезжаем в Молдову-Афильм. Это девочка, которая любит экспериментировать с нами вместе. Она никогда не говорит «нет», что, наверное, немаловажно. Я хочу, чтобы вот эта волна, а здесь она была в складочке. Да, 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 да. А ты знаешь, в чем матрешки, это японская история. Видишь, у меня были разные варианты, короче, то, не то, видишь? Ты знаешь, только когда делаешь 38 тысяч вариантов, только там на последний блок, понимаешь, что это тоже не то. Все полки вот такого малинового цвета, видишь? Ну, то есть, как бы, свои куклы не должны рябить. И этот цвет, он такой, он достаточно есть, он сильный. Сама по себе кукла вот такая, она легко может быть, но она не выдержится с ней. То есть, мне очень нравится вот этот цвет, он прекрасно садится с малиновым цветом. Мне нравится, вот ты видишь, я видела, вот эти щеки, например, они могут быть, они вообще гамма. То есть, он вот такой, такой, вот такой вообще великолепный вот этот цвет. То есть, мне вот очень важно, чтобы эти линии были, чтобы линии вот тут, они были более аккуратные. Нервы на объекте начинают, уже все нервозы. Знаешь, такое время срока сдачи, уже никто не успевает. Подрядчики по каркасу, по стульям, по столешкам, по станинам. Все начинают уже жечь пятки, знаешь? И вот, вот такое мы наколдовали. Вообще, все как выйдет по плану, я так понимаю, отлично. Едем дальше. Вообще, предпочитаю работать тем, что мне интересно. И если мне пространство не нравится, я за него не возьмусь. Вот так. Работа в Румынии, например, она очень объяснила многое, что то, что нерабочие, скажем, в Молдавии, очень даже рабочие будут в Гумынии. Ну или, допустим, в любой другой европейской стране. Рестораны, они же, в принципе, по большому счету, представляешь себе, они даже не про еду, в моем понимании. Они про счастье. Они про то счастье в поисках, которое мы проводим всю свою жизнь. То есть вот про то тепло и любовь, которую мы хотим ощутить. То есть все равно, если говорить, что рестораны только пройду, это будет вранье. Потому что только пройду, ты пойдешь домой и поешь. То есть ресторан... В принципе, про тот наркотик, который потом подкорка обрабатывает гормон счастья, понимаешь? Это вот мы кусочек отработали по цвету. Мне кажется, что вы немножко сложнее это делаете, чем мне нужно, короче говоря. Мне нужно, чтобы вы больше работали черным цветом, чем цветом. Вот эти вещи прямо очень много разноцветия вот здесь вот. Окей, с ними, нет проблем. Чуть-чуть мультяшные. Все, или можно что-то тыкнуть пальцем и указать им. Вот это. Вот это. Я люблю, когда оно соединяется в разных техниках. Я думаю, что будет классно. Видишь, конец, надо вырезать по месту. Но мокрый флизелин вообще плохо режется. И тем более еще на потом. В общем, вот эти закругленные гладкие камни, то есть вообще история не японская. А японский камень, он дикий, он как сорняк. Я вообще сейчас просто буду плакать. И кукать. То есть здесь это перебор вообще полный. Сережа, завтра попробуй что-то нережно. Посмотрим, что это. Надо убивать. Заведение, когда новое стартует, всегда очень много приколов, которые нуждаются в корректировке. Понимаешь? И понимание того, где подкручивать гайки, оно приходит только тогда, когда заведение начинает работать. То есть все равно есть какие-то приколы, которые упс, апс, забыли, недозаказали. Очень легко сейчас все вот захезать. Понимаешь, сколько всего было сделано? Чтоб появился этот ляцкий глазок, который мне слепил в глаза, раздражал меня как потенциального потребителя этого. Ну ты понимаешь, что вот я сделала один шланг, сделала вот такую бахрому. И все, и оно разбило. Так вот нужно теперь идти еще и клеить эту бахрому, блин. Вообще, на самом деле, с этой трубы все началось. Это было как исходная история этого помещения. Понимаешь? В помещении никогда не бывает все идеально. То есть нам ее нужно было одеть в короб, изолировать, то есть привести ее в порядок. И получился некий цилиндр, с которым прошел весь ритм вообще этого освещения. А, на съемках. Что? Для того, чтобы выявить свет, обязательно должны быть темные места. То есть весь коробок не залит светом. А есть только то пятно света, которое дает определенную жизнь, что ли. Знаешь, то есть... Здесь есть определенная фреза. Мы заглубили линзу так, чтобы вот она давала... Видишь, это как бы получается второй свет. То есть вот идет первый луч. И вот эта вот часть. То есть я хотела получить эту галочку. Они мне говорят, давай вот так просто светодиодную линейку. В чем разница? Слышишь? Понимаешь, в чем разница? Реализация всегда является божественным, непредсказуемым. Никогда не понимаешь, как по финишу все сложится. Потому что одно дело смотреть это все на визуализацию, а другое дело попасть в это пространство. Нужно понимать, что всегда есть пятнадцатый камень с адринзюм. Вот когда ты можешь предполагать, как это будет выглядеть. Но по финишу это может тебя либо обрадовать, либо расстроить, потому что это будет чуть хуже, чем ты предполагал. А вот в контексте этого интерьера, из уж этого ресторана, пространство село потрясающе неожиданно. Ну то есть все сыграло так, как мы даже не предполагали. Потому что, ну потому что так получилось, я не знаю, я просто так чуркинула. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok